и снова всем привет друзья это ли супер дизет подкаст на канале у дизета незаметно пролетел предыдущий год где мы писали подкаст за круглым столом все время по одиночке но я вам обещаю что с этого года для 2023 который только что стартовал некоторыми днями ранее мы будем писать наш подкаст как в одиночку так и с нашими друзьями и может быть даже гостями а начнем и наш подкаст как известно с дат презентации новых болидов формула-1 и они будет наш первый раз как известно после окончания сезона 2022 года уже намечается презентация новых болидов адаптирование к новому техническому регламенту прошлого года прошло успешно как известно предыдущий сезон подарил нам второй титул максу ферстаппина и титул конструкторов для редбула но вице-чемпионство выиграл шарли пиллер хотя конечно многие превозмогали его до небес хотя это было слишком поздно ферстаппин явно боролся только за чемпионат на пару с человека пересен который не должен повторить ел но он всегда помогал максу выиграть чемпионат но если скандальный эпизод в бразилии ничего бы не решил то конечно из этого ферстаппин мог выйти победителем однозначно перестал бы вице-чемпионом но этого не вышло и леклер стал лиц чемпионом первым анагасским вице-чемпионом формула-1 за последние несколько скажем так 72 или 73 что ли но и тем не менее 74 чемпионат формула-1 принесет нам много новой интриги поскольку red bull оштрафовали на огромное количество денег это во первых во вторых как известно как известно у них 10 процентов времени в аэротрубе снижена снижена 10 процентов во время в аэротрубе для проведения каких-либо тестов и соответственно ferrari и mercedes могут побороться между собой за чемпионат если никто не оступится из этих двух то red bull опять станет чемпионом среди конструкторов в очередной раз уже может быть даже в седьмой если я не ошибаюсь и даже в шестой но в общем многие прогнозисты из многих формальных изданий автоспортивных даже надо сказать изданий при представили свои прогнозы кто-то говорит что восьмикратным станет хэмилон будет еще прибавить ферстаппин кто-то говорил что еще прибавить ферстаппин и выиграет третий титул а вот аутсайдеры немного в виде альфа-таури или хаса подымутся на позиции выше я думаю все решит только этот сезон от начала до самого конца но теперь переводим презентации потому что как вы знаете уже 11 февраля уже наметили альфа-таури свою презентацию астана мартин 13 за день до дня всех влюбленных астана мартин анонсировала свою презентацию нового боли да также нового лет в день всех влюбленных уже представить ferrari и после дня всех влюбленных 16 февраля кстати день рождения моего родного юбилейского человека альпины рено представит свою машину в лондоне и соответственно 6 оставшихся команд представить либо в определенных местах либо на тестах в бахрейне который состоится первыми единственными 23 и 25 февраля и тем не менее из этих шести команд кто-то может и представит новую машину формула-1 потому что все еще не ясно кто кто может все преподнести но конечно формула-1 это штука технологичная это гонки и во-первых гарантировать безопасность на скорости 300 и выше километров сейчас гарантировать ничего невозможно ну а сейчас поскольку у нас был спич про формулу-1 нет есть несколько спичей очень печальных которые вы наверняка слышали и наверное мне придется голос немножко пониже опустить потому что джан-лука виали игрок юве и многих других команд обладатели кубка чемпионов с тремя разными клубами обладатели чего угодно и кубку и фай и чемпион мира за и чемпион мира и чемпион европы вроде бы за сборную италии умер от рака поджелудочной железы боролся с онкологией боролись также и врачи с его болезнями но увы вы этого не случилось поэтому я предлагаю почтить память честь великого итальянского футболиста ну как сказать великого которого многие считали великим да и наверное многие сами согласятся что чем-то он бы вряд ли выиграл не чемпионат европы с такой командой со своей сборной страны которые напомним вам выиграла евро 2020 два года назад и наверное могла бы выглядеть чемпионат мира если бы не оступилась на отсечку в отборочном цикле почтим память джон лук и вяли несколькими мгновениями тишины ну что ж вечная память от грустного мы переводим главному мы переводим главному и сейчас посту поскольку у нас немного так или иначе все наши моменты связанные с кончинами именитых спортивных звезд немного грустно немного грустно на душе но из веселого из веселого мы скажем еще и про некоторые другие моменты кто у нас зажигал еще и в баскетболе и в хоккей в америке наверняка вы все смотрели и вы наверное восхищались великой восьмеркой александром великим александром овечкиным который под начало 2023 года наконец-то зажег и оформил хит-трик в одном из поединков если вы мне напишите в комментариях с каким клубом он это сделал поскольку у меня уже голова не варит и соответственно вряд ли что-то могу пропустить вряд ли что-то могу заметить или вообще пропустить из виду но есть то что ови добьется рекорда грецки даже если у него не получится никакой травмы а травма это всегда усугубляет любое положение команды даже вашингтон капитал с которым овечкин проводит все всю свою карьеру он наконец-то доберется до рекорда грецки но вопрос когда он это сделает это это лишь может быть и через год наверное через сезон наверное может даже и два сезона ну посмотрим а что касается бостона с бостон селтикс в нба то там они чисто разрывали всех на виду и пока надо сказать успешно бостон лидирует в своей таблице бостон лидирует свои таблицы если я вам выведу это на экран то получится так что из любой ситуации бостон выйдет победителем своей конференции да и наверное да и наверное кажется что из этих двух команд каждого и каждой конференции выйдет кто-то победителем вот по конференции сейчас бостон селтикса лидирует в конференции мелодий банкс немного отстает бруклин и бруклин нет тоже порвана по победам и поражением кливин кавалерс четверки первой шестерки также филадельфия 76ers и нью-йорк-микс наконец-то нью-йорк-микс возродился и они на пару с индианой пейсерс идут и делят шестое место десятку замыкают маями атланта и чикаго выплываю при этом выбывают из первой десятки плагин тур турнира вашингтон визорс торон до раптерс оранда мэджик пистонс и шарлот хорнс не лучший сезон для шарлот хорнс как и для лос-анджелес лейкерс миннесота тимберлс окна холма сити тандар а сан-ан-ан-тонио сперс и хьюстон рокетс в запад западной конференции а в десятке сейчас юта голден стейт феникс портлинд л.а. клиперс другая команда из лос-анджелеса просто разрывает на своей шестой позиции а сакраменто даллас нью-орлеан мемфис и дэнвер открывает вот эту первую пятерку дэнвер наконец-то великолепно играет но в моем случае бостон салтикс играет просто великолепно в своей конференции восточной то есть получается что получается что еще чуть-чуть было бы непросто ну а за декабрь некоторые награды получили некоторые награды получили следующие игроки вот игроки месяца джоэль эмбетт за декабрь и люка дончич из далласа тоже за декабрь в разных конференциях также разных конференциях получили новички новички года ночка месяца простите паула бончер и киган маррей а тренерами месяца стали жак воган из бруклина и виллигрин из нью-орлеанс это за декабрь за январь еще предстоят некоторые награды но кто выиграет эту непосильную награду тренера месяца это мы еще увидим а вот бостон тренирует бостон тренирует по-прежнему джо мазула а брат стенец ушел на повышение а имя удока дисквалифицирован как вы знаете как вы знаете имя санды удока за какую-то по оплошность даже не знаю что еще можно сказать джо мазула исполняет обязанности главного тренера бостон селтикс вот их состав мальком брокдон джейлен браун джейди дэвисон дра до задрафтованный из лобамы и при этом есть и данила глинарик блэйк грифинг сэм хаузер эл хорфорд джастин джексон ми фонду как кабинджелия люк корнет пейтон притчард маркус смарт джейсон тейтон вот знакомый нам джейсон тейтон по играм в нба туки залина джексон жуниора в той же команде господин салтик снова вон ли дэрик вайт гранд вильямс и роберт вильямс 3 ну соответственно составом вы все прекрасно помните за январь за 5 января за 5 января отдал ос обыграл далась не обыграл бостон джейсон тейтон взял 29 очков по подборам лучше всех джейсон тейтон 14 также джейсон тейтон 10 результативных передач взял за эту за эту игру а рекорд у статист на данный момент 27 12 почему мы записываем подка 6 января то выйдет наш подкаст то ни много ни мало немного ни мало 15 мне даже 13 января в связи с этими событиями выйдет наш подкаст и соответственно все что вы увидите соответственность 13 января в пятницу то все это вы увидите прекрасно и по последующим событиям ну что ж теперь что касается нашего подкаста он будет выходить раз в неделю может быть с гостями может быть с друзьями может быть я вообще по одиночке буду вещать этот подкаст конечно любое любой подкаст может завершаться конечно не так уж эпично как я делал первые два года когда мы делали подкаст за круглым столом на канале у дизета и соответственно ли супер дизет подкаст будет выходить по мере накопленной информации и это накопленная информация будет выходить раз в неделю по пятницам по пятницам у нас будут выходить подкасты и мы мы вообще как бы изменили расписание наших стримов видео подкастов и так далее то есть три раза в неделю могут делать стримы вторник среда четверг понедельник напоминаю будет это каждое рандомное видео неважно турнире по жест dance или какая-нибудь гран туризма неважно в пятницу подкасты в субботу карьерный дайджест воскресенье карьера в фифе за определенный клуб выигравший по итогам опроса из какой-либо лиги тоже из опроса конечно но тем не менее расписание будет меняться в зависимости от какого-либо события но я думаю что это никак не не поменяет нам концепцию нашего канала на канале из этой сообщества в том числе потому что дорога десятилетию которая состоится в июле месяце если не в июне конечно десятилетие мы будем отправку будем праздновать в июле хотя конечно 19 июня наша наша изначальная дата нашего сообщества в контакте на канале у дизета которая максимум три раза менялась три раза менялась от количества названий прочих регалий все всяком всякое могло быть бывали резонансные моменты но от этих зонансных моментов мы тоже можем откреститься и соответственно любое я уже говорил на эту тему и всяческих статьях которые мы говорили к каждому сезону всякую мелочь и машину мы упраздняем а вот то что крутое интересное мы оставляем ради того чтобы мы делали для вас лучше и ради вас мы стараемся играть в любые игры которые приходят нам в голову ну что ж соответственно это был наш первый выпуск подкаста первый выпуск подкаста или супер дизета подкаст на канале у дизета подписывайтесь на наши соцсети вк play live twitch вас tv youtube вк наше основное сообщество не забывайте также и смотреть наши стримы видео и так далее может быть мы с вами и может быть и встретимся но в следующей на следующей неделе будет подкаста где мы расскажем многое из мира дигра расскажем про расписание вообще релизов в этом году с вами был дизет и до новых встреч увидимся пока